В Петербурге, откуда я родом, есть народная примета. Если до августа снег не сошел, лето будет холодным. Москва, похоже, подтягивается к этим кондициям. Второй месяц весны, ну, начало, первое апреля. За окном идет сильный снегопад, природа шутит в день дурака. Но мы совершенно серьезно начинаем прямой эфир программы «Урнет сегодня». Меня зовут Максим Спридонов. И напомню, что мы обсуждаем самое главное, что случилось за ушедшую неделю в области онлайна, в цифровом пространстве, в интернет-сетях, ну и так далее. Гости программы, которые традиционно вместе со мной комментируют события ушедшей недели, расставляют акценты, подводят резюме. Это Николай Давыдов, директор инвестиций фонда iTech Capital. Приветствую, Николай. Привет. И Сергей Петраковский, коммерческий директор агентства iMedia. Сергей, приветствую. Добрый день. Значит, коллеги, напомню для вас, наши слушатели, что мы смотрим на ушедшую неделю, выделяем самое главное, оставляем точки над «и», ну и делаем некие прогнозы того, как будет развиваться ситуация. Но до того, до того, как дать акценты, я небольшое сделал нововведение в программе, попытаемся эту традицию, это сделать традицией. Пара дат, которые относятся к сегодняшнему дню, в частности, касающиеся IT. 1 апреля 1976 года была зарегистрирована компания Apple Computer Incorporated. То есть, то самое Apple, которое сегодня во многом диктует, все еще диктует моду в мобильном мире. Ну и в тот же день, то есть 1 апреля 2004 году, начал работу, я бы сказал, знаковый для многих нас почтовый сервис Gmail от Google. И, значит, это, собственно, такой будет хайлайт событий и люди. Ну а сейчас о том, что будет в программе с точки зрения анонса. Три главных события мы выделили для обсуждения основательно, традиционно. И еще один довесок, важный довесок, который станет четвертым, мы обсудим в конце. Первые три события. Туристический стартап Островокру привлек 25 миллионов долларов инвестиций. Чем заинтересовал инвесторов этот проект? Что вообще и как вообще чувствует себя сегодняшний онлайн-туризм? Вторая новость. Дредхолдинги, Рамблер, Афиша и Субмедиа объединились. Новость крайне неожиданная. Достойная переплеска выпуска, но случившаяся на прошлой неделе, и поэтому говорить об этом приходится как о факте, абсолютно серьезно. Какие последствия для Рунета может иметь этот удивительный для многих альянс? Третья новость. Новая газета в резкой статье обвинила руководство ВКонтакте в сотрудничестве с администрацией президента. Тема вызвала массу дискуссий. На неделе мы попробуем режимировать все то, что было сказано на этот счет. Ну и в финале, как я сказал, мы рассмотрим беспрецедентную пиар-акцию одной электронной платежной системы. Это главное, о чем пойдет разговор. А сейчас традиционное экспресс-обсуждение других новостей недели. Рунет сегодня. Минкомсвязи предложил вносить в черный список сайтов информацию владельца ресурса, а также лишить доступа к реесту владельцев сайтов, хостинг-провайдеров, операторов сайтов. Об этом сообщает РИА Новости. Николай, а как вообще тебе развитие черного списка сайтов? Ну, на самом деле, сначала не думал, что он будет реально работать. Все больше и больше сайтов в него попадают. Но процедура вывода из него сайтов, как показывает практика, она достаточно простая и прозрачная. То есть иногда какой-нибудь суд Чуваши приговаривает сеть ВКонтакте к тому, что они должны быть заблокированы. Но это продолжается не более получаса. Поэтому интернет нужно регулировать, а вряд ли его нужно регулировать так жестко, как сейчас это делается. Но многим надо учиться, и я думаю, с опытом все придет. По поводу регулирования. Еще одна новость. Депутаты подготовили концепцию регулирования правоотношений в сети. Документ запрещает дискриминировать разные виды трафика в условиях повышения нагрузки на каналы, урезать, к примеру, трафик торрентов. Вот это вот запрещает дискриминировать разные виды трафика. Красиво звучит, Сергей, да? Совершенно, я бы сказал так, футуристически. Не находишь? Конечно, но безусловно, это правильное нововведение. Мне кажется, не совсем корректным дискриминировать тот или иной вид трафика в случае, когда не хватает загрузки, не хватает пропускной способности сетей или по каким-то другим причинам. Мне кажется, справедливо, что все источники трафика находятся в равном положении. Николай? Мне кажется, что это противоречит немножко логике развития оборудования интернет и, в частности, протоколы Quality of Service, который позволяет нам с вами общаться по таким программам, как Skype, устраивать сеансы видеотелефонии. Поэтому теперь можно будет не удивляться, когда сигнал видео будет постоянно прерываться из-за того, что кто-то в сети оператора льет торренты. Ага, вот так вот. Ну смотри, они ведь пытаются вроде как подтянуть законодательство к тому, что есть сегодня. То есть вот я буквально процитирую. Сетевая нейтральность, да, вот это термины оттуда. Облачные вычисления, которые как-то начинают обрисовываться. Кстати говоря, это тоже очень интересная тема, которая сегодня обычный компьютинг, клауд-компьютинг, да, или обычные системы, они пока что не очень вообще понимаются нашими госструктурами нашими. Даже для примера, я вдруг понял однажды, что, скажем, изымают вот в случае каких-то ситуаций криминальных, изымают компьютеры. А ведь многие уже ведут свою бухгалтерию, свои заметки, свои, хранят файлы, в том числе и те, что хотят изъять в облаках. И что дает изъятие компьютера? Ничто. Поэтому такого рода правки в законодательстве, они, конечно, приближают законодателей, правительства, исполнительную власть к реальности. С одной стороны, с другой стороны, вот они говорят о том, что не надо дискоминировать торренты. В общем, ну, забавный такой вот тон у этого документа, двояк, я бы сказал. Но в то же время прикладной. То есть такие вещи необходимо, согласитесь. Приводить. Кивают мои гости, я скажу, для наших радиослушателей, которые, в отличие от меня, не видят их здесь находящихся. Едем дальше. Глава Минку связи не исключает появление отдельного законодательного акта, регулирующего интернет. Еще раз про законодательство в Рунете. Николай Никифоров заявил об этом, выступая на правительственном часе в Совете Федерации. Цитата. «Необходим законодательный акт, который урегулирует понятийный аппарат». Ну, вот она тоже говорит, да, что мы обсуждаем принятие неких законодательных актов в этой сфере. Возможно, но мы должны быть очень аккуратны, принимая эти решения, чтобы не заблокировать точки роста. Вот что, кроме повторения слова «принятие», вам здесь кажется любопытным, Сергей? В этом вот то, что министр заговорил о отдельном законодательном акте. Хорошо или плохо для отрасли? Мне кажется, более важна не форма, будет ли это один законодательный акт или разрозненные дополнения в текущих законодательных актах. Более важно, что будет в содержании вкладываться. То есть, если говорить просто о создании понятийного аппарата, то, очевидно, это только позитивный эффект. А когда уже пойдет после понятийного аппарата его использование, какое-то регулирование более масштабной отрасли, тогда это уже и можно... Вот мы с тобой говорили за эфиром о технологиях автоматизации процесса. Вот есть такой в айтишной практике, мы, к управленцам, знаем это, такой момент, когда бывает, программное обеспечение перерастает в себя, обрастает таким количеством артефактов различных, что его проще переписать полностью. И вот здесь главный вопрос, как поступать с законодательством, которое на сегодня архаично, в смысле интернета, его нужно полностью переписать, как Наполеон сел однажды и создал свой кодекс с юристами. Или можно так потихонечку прививками наше законодательство интернетом вскарливать? Николай. Я боюсь, что в случае переписывания здесь может повториться ситуация, которая была с принятием закона той же самой национальной платежной системы, которая писалась с нуля, в которую там десятки заинтересованных сторон пытались выносить взаимоисключающие положения. Ну, как и многое в нашем законодательстве, теперь этот закон содержит огромное количество вещей, которые друг друга, ну, практически исключают. И если вносить эволюционные правки в документы, мне кажется, это будет более спокойный и простой путь. Ну, всем будет действительно, наверное, легче на это все смотреть и легче принимать, учитывая то, что это такая вот сложная система интересов, взаимоисключающих часто. Едем дальше. Роспотребнадзор. На этот раз эта организация занялась сетью. Создал собственный черный список сайтов. В него попадут сайты, которые, по мнению ведомства, выкладывают информацию сомнительного характера с целью провокации, ведомства и собственного пиара. Среди прочих речь идет о YouTube. Вообще, Роспотребнадзор разразился целой тирадой, вы видели, письменной, насчет YouTube и некоторых других товарищей. Не указано, кстати говоря, о том, что, мол, они ведут себя неделикатно и, вопреки предупреждениям, провоцируют фактически исполнительную власть, не удаляют ту информацию, которая с точки зрения исполнительной власти является некрасивой. Сергей, что думаешь по этому поводу? Мне кажется странным, что даже попытка создания нескольких черных списков со стороны государственных структур, кажется, более чем достаточно одного черного списка и нет необходимости еще больше закручивать гайки, усложнять развитие. Синхронизироваться в нем, да, Николай? Я предлагаю интернету создать черный список ведомств, которые пытаются создать черный список. Или черный список черных списков. Во, это мысль. Новым президентом Ростелекома вместо Александра Провоторова станет Сергей Калугин. Вот такая вот новость пришла из, почти что госструктуры тоже, приставка «Рос» вначале явно указывает на родство. Это о чем-то говорит вам в контексте следующей новости, которая пришла также на прошлой неделе, о том, что Ростелеком готовит собственный интернет-поисковик. Он будет располагаться на домене спутник.ру. Николай? Ну, не далее, чем две недели назад к Ростелекому присоединился Алексей Басов в роли вице-президента. Я думаю, что как раз он будет заниматься созданием интернет-поисковика. У Алексея есть большой опыт. Он делал один из первых счетчиков, спайлог, затем он делал рекламную сеть Бегун, после чего развивал Target Mail.ru. И он прекрасно понимает, как должны работать поисковики. Вопрос, будет ли востребован такой сервис, он все-таки остается. Но то, что он сможет быть реализован, это плюс. По поводу нового президента, ну, это ожидалось после нескольких скандалов, которые даже в прессу вытекали. Я, к сожалению, про Сергея Калугина ничего не знаю и вряд ли смогу прокомментировать относительно его личности и профессиональных качеств. Сергей? И что добавить по поводу... В частности, по поводу поисковика. Я не думаю, что две новости связаны поисковик и назначение Калугина на эту должность. А мне кажется, просто Калугин гораздо больше из интернета. То есть он не то, чтобы, конечно, совсем, что называется, от Сахи, веб-менеджерская, если можно так выразиться, но он близок к этому. Он недавнее время руководил группой, веб-медиагруппа, по-моему, называется, она, где входила доставка.ru, сайт довольно большой уровень коммерции, куда входили фотосайты, если не ошибаюсь, сайт фотографов и так далее. Несколько проектов, которые, ну, по крайней мере, гораздо ближе к интернету и к пониманию этой среды, нежели опыт предыдущего президента, что, может быть, тоже, в общем, отчасти связано. Осталось буквально несколько секунд, и через выпуск новостей мы продолжим разговор о главных событиях недели в экспресс-обсуждении. Продолжаем, между тем, 11.18, это 1 апреля 2013 года. Мы совершенно серьезно, надо сказать, обсуждаем главные новости ушедшей недели, расставляем акценты и точки над «и», с вашего позволения. Значит, напомню, что программа сегодня комментируется, как обычно, комментируется нашими гостями, экспертами отрасли, руководителями, топ-менеджерами Рунета. Гости передачи сегодня это Сергей Петраковский, коммерческий директор агентства iMedia, и Николай Давыдов, директор по инвестициям фонда iTech Capital. Коллеги, мы продолжим с вами экспресс-обсуждение, еще пару новостей все-таки пройдемся, их больше на самом деле, но, к сожалению, надо поторапливаться. Значит, первое, пожалуй, что хотелось бы коротко пройтись, парламент Германии принял закон, по которому СМИ получили право на лицензионный взнос от поисковых агрегаторов, использующих их тексты. Николай, как тебе такая история? Ну, с точки зрения защиты контента, очень много копий сломано, и непонятно, кстати, копия тоже, каламбур копии. На самом деле, СМИ получают от поисковых агрегаторов самый большой взнос в виде трафика, который они получают после того, как люди приходят на полный текст новости. И я думаю, что здесь право, а не обязанность, поэтому не все СМИ будут ломать взаимоотношения с поисковыми агрегаторами, вводя этот сбор. То есть, видимо, это будет дифференцированно, и особо одиозные СМИ либо закроют свой контент от поисковиков, либо потребуют и получат деньги какие-то, от Гугла, в частности. Ну, Economist, например, у которого большая часть контента по подписке, они, скорее всего, пойдут по модели закрытия контента, потому что их все равно будут читать, но не через агрегаторы. Кстати говоря, это вообще, наверное, похоже и будет той моделью, которая расходится с СМИ. То есть, наиболее авторитетные и уверенные в себе, можно так сказать, по бизнесу, они закрываются и работают подписки, как отчасти уже делают ведомости, ну или полностью, сейчас вот они там что-то дают, что-то не дают. Как работают многие западные издания, типа Times, как, кстати говоря, это новость тоже ушедшей недели, собирается начать работать The Sun, английский, крупнейший таблоид английский, там можно говорить о том, насколько это качественная журналистика, ну то есть, как бы хорошая, поскольку желтая она, но она очень массовая, несомненно. Они собираются также закрываться. Вот. И в этом смысле, наверное, подобные законы Германии более-менее полумера. Хотя вот еще одна новость из той же, собственно, ушедшей недели. Португальские СМИ также решили обложить Google подобным же налогом. Они уже начали переговоры с корпорацией. То есть, просто Google, похоже, не дает покоя международная корпорация, которая не платит налоги, либо не платит достаточным образом на местах, не дает покоя каждой отдельной стране. Так, Сергей? Ну, я думаю, что да. Доходность Google, капитализация не дает покоя СМИ и пытаются как-то часть доходов переключить на себя. Но вообще, мне кажется, вот и решение парламента Германии и вот эти попытки португальских СМИ какими-то, ну, несколько странными, потому что действительно есть возможность исключить себя из индексации Google. Не хочешь сотрудничать, не хочешь получать трафик, пожалуйста, выключайся из индексации и не сотрудничай. Николай? Мне кажется, здесь скорее португальцам не дает покоя успехи киприотов в отъеме денег у населения и компаний, поэтому... Да, не дают... Успех киприотов предошел все ожидания, надо сказать. Португальцы по этому пути тоже идти собирались и могут еще пойти. В Португалии же есть такая юрисдикция, называется Мадейров, в которой, кстати, Google может зарегистрировать свое местное юрлицо и там не облагаться никакими такими налогами, кроме как налогов на интеллектуальную собственность. Внутренний офшор? Да. Ну, в общем, посмотрим будут рождаться события. Несомненно, что вот эти вот компании международные, глобальные, они беспокоят правительство стран локальных, потому что, ну, как они приходят, берут деньги, берут внимание, людей оказывают медиавлияние. И что? Этот вопрос зависает таким вот большим простительным знаком. Киви готовит с КПО. Еще одна новость. Предполагается, что платежная система уже в мае разместится на NASDAQ. Николай, ты, поскольку близок к этому всему, прокомментируй. Ну, NASDAQ это очень круто. Для российских технологических компаний, которые хорошо о себе заявили на международной арене, в частности, Киви, у которых 20, если не ошибаюсь, стран присутствия. Выход на NASDAQ это очень круто, здорово, и я уверен, что у них это должно получиться. Какая оценка? Вот давай, завершая это обсуждение. Ну, банки заявляют от 800 миллионов до миллиарда. Я лично верю в миллиард, но компания очень хорошая, очень хорошо растет. Ну, это вечная мечта российского менеджера, впрочем, вообще менеджера о ярдовой истории. И хочется в нее верить, как в Деда Мороза. Окей, коллеги, продолжим. Значит, надо переходить от обсуждения к основным новостям. И традиционно задам, прежде чем обсуждать новость, вопрос. Есть мнение, что туристический сегмент в Рунете перегрет. Такие мысли не раз здесь, в моей программе, и в других ситуациях высказывали специалисты рынка и наблюдатели извне. Особенно, кстати говоря, инвесторы, которые пару раз уже обозглись, а то и пару десятков раз обозглись на туристических проектах. Вот, прежде чем субститивающую новость, хочу узнать ваше мнение, коллеги, по этому вопросу. Так ли это или не так? Ты как думаешь, Сергей? Мне кажется, что в плане конкуренции за привлечение посетителей на туристические проекты конкуренция очень серьезная. Можно говорить о том, что рынок перегрет. Если говорить о контекстной рекламе, то ставки очень сильно вздуты. Идет война. Идет война, да. Идет война за трафик, за то, чтобы занять доминирующую позицию на рынке. А в инвестиционной среде, Николай? В инвестиционной среде? Ну, с точки зрения мальтиплов, тоже история, мне кажется, немножко перегретая. Прости, с точки зрения кого? Мультипликаторов. То есть оценки компаний высоковатый, мне кажется. Сегмент на самом деле интересный, он хорошо развитый, но опять же здесь идет соревнование глубины карманов у нескольких игроков, и это соревнование происходит на очень тонкой маржинальности, что инвесторов не может нервировать. Красиво ты сейчас сформулировал. Давайте послушаем новость про новые деньги, щедро залитые в тревел-сегмент. Следует напомнить, что объем первого раунда финансирования проекта тоже был немал, составлял 13 миллионов долларов. В интернете нередко высказывают сомнения в жизнеспособности именно Островка. Вот он почему-то стал во многом, с точки зрения по крайней мере отраслевых СМИ, нередко он становится таким вот символом перегретости. Я не знаю почему, тут, кстати говоря, я не скажу, что разделяю это мнение, а Островок растет и привлекает деньги таких авторитетных и знающих инвесторов. Почему так? Николай. Ну, я думаю, здесь стоит отметить одного из основателей Сергея Фаге, который личность достаточно одиозная и очень хорошо и качественно привлекает к себе внимание. Будучи очень сильно распиаренным, нужно либо постоянно подкреплять свой пиар некими результатами, либо вся отрасль начинает следить за любым твоим промахом, любым местом, где ты оступился, и показывать пальцем и смеяться. В принципе, фейлов у этой компании больше, чем у любой другой из интернета, а то и меньше, но за ними все очень пристально стерлятся. Просто они сильно на виду получаются. Да, они очень на виду. Ага. Твое мнение, Сергей? Мне кажется, что Островок несомненно один из самых успешных проектов в туристическом сегменте в области бронирования отелей. Он очень достойно противостоит таким мировым монстрам, как booking.com, Expedia на нашем рынке. И лично я верю в успех этого проекта. Мне кажется, что все должно получиться. У нас есть на связи один из основателей проекта, Кирилл Махаринский. Он из основателей президента Островка. Кирилл, слышите меня? Кирилл? Приветствую. Я вас слышу. Доброе утро. Замечательно. Как прокомментируете вот этот вот раунд? Ну и как вообще чувствует себя проект? Проект чувствует отлично. Мы очень рады, что привлекли ну и понятно, что финансовый ресурс, но еще важнее группу очень квалифицированных и профессиональных инвесторов, которые, надеюсь, будут нам помогать строить успешный благосрочный бизнес. Ага. Ну это такие официальные слова. А в целом, вот по самочувствию, в частности, что вы отвечаете на выпадки некоторых СМИ, говорящих о том, что островок перегрет, о том, что там залиты деньги, непонятно, куда они палятся. Вот как вы к этому относитесь? Ну, понимаете, такой бизнес, это реально, который очень финансовый интенсивный с точки зрения ресурсов. У нас много людей, которые ездят по стране, подписывают контракты с отелями, и не только в России. Мы в этом подначим подписывать отели активно в Европе, в Праге, Париже, Барсуале. Это один пример того, что на самом деле очень много стоит денег и является ключевой частью продукта. У нас еще там есть много продуктов. Мы в ближайшее время сейчас запускаем. У нас уже есть мобильный приложение для iPhone и для Android. Сейчас запускаем возможности бронировать на ночь. Опять, это просто пример продукта, который мы запускаем практически каждый месяц. У нас больше есть разработчик, который активно, быстро развивает. Ну, и у нас еще самый большой колл-центр в Тревле, который обслуживает клиентов, потому что для нас сервис очень важен. Кирилл, правильно я понимаю, что вы хотите взять всех тех, кто не знаком с Booking.com? Скорее, да, потому что мы видим, что рынок очень быстро растет. Нас больше всего интересуют конкуренты, так скажем, в офлайн-трайл-агентстве. Мы видим, что как только люди, которые не очень знакомы с онлайном, пробуют бронировать у нас, у нас обычно намного проще это все происходит для человека, который не совсем знаком либо с онлайном, либо с самостоятельным путешествием, потому что мы объясняем это все по телефону, более четко объясняем, какие письма будут, как мы предлагаем определенные отели и так далее. Поэтому мы видим, что люди, которые пробуют это у нас впервые, они возвращаются. У нас, кажется, на рынке самый высокий процент пользователей, которые возвращаются после того, как они у нас планируют. Понял. Кирилл, последний вопрос. Последний вопрос. Мало времени, к сожалению, извиняюсь, что прерываю. Совсем коротко. Как будут потрачены эти 25 миллионов долларов? В основном продукты на сервис. Мы, на самом деле, скорее всего, не потратим все эти деньги, потому что мы хотим просто иметь возможность и не ограничиться с точки зрения качества продукта и сервиса. У нас очень много людей, которые просто рост и очень трудно предсказать, сколько мы будем тратить именно на клиентов просто потому, что такой дневный рост. Понял вас. Спасибо большое. Это был комментарий Кирилла Махаринского, основателя президента Островка. Рук вот этой инвестиции в 25 миллионов долларов. Коллеги, осталась буквально минутка, совсем коротко. Николай, ну вот как-то резюмируй. Это сигнал, получается, что и тревел в Рунете активно растет, учитывая такой авторитетный состав инвесторов. И то, что Островок, в общем, видимо, молодцы как в фандрайзинге, что тоже нужно уметь делать, так и в развитии. Я думаю, здесь скорее второе, чем первое. Сегмент реально интересный, но оценки немножко перегретые. Тем не менее, я бы реально отметил мастерство основателей Островка в общении с инвесторами. И инвесторы западные большие, такие как Axel Partners, которые уже инвесторы Островка, General Catalyst, они жалуются на то, что в России нет проекта. На самом деле, никто их не умеет показывать, как Сергей Фагей и его партнеры. В общем, они молодцы. Через минуту мы продолжим разговор и обсуждение коснется слияния двух отредкомпаний, которые, как казалось, всего пару дней назад ничто и никто не может объединить. Ну что ж, мы продолжаем 11.31 в Москве. Это прямой эфир Ронет сегодня. Программа о главных событиях ушедшей недели в области виртуального. В онлайне, в соцсетях, в мобильном вебе, в дополненной реальности и всем том, что этому сопутствует. Значит, эта программа от 1 апреля, я говорю для тех, кто слушает нас в подкасте, что рекомендую делать всем тем, кто не всегда успевает на прямой эфир. Можете подписаться на ленту подкастов либо на сайте финанс.фм, либо в iTunes, набрав Ронет сегодня. И тогда вы всегда, в любой момент, времени будете в курсе всего главного, что происходит в этой бурлящей отрасли, в которой мы, собственно, с коллегами и работаем. Моими коллегами, которые находятся в студии и комментируют вместе со мной события ушедшей недели. В этой программе это Николай Давыдов, директор по административам фонда iTech Capital и Сергей Петраковский, коммерческий директор агентства iMedia. Прежде чем обсуждать следующую новость или даже сильнее, скажу, события, хочу предложить вам пофантазировать, коллеги. Наш будущий предмет обсуждения к этому располагает. Какие из крупных сегодня независимых компаний Рунета могли бы слиться и построить эффективный холдинг? Ну, кроме тех, что сейчас мы слились и будем это обсуждать. Как мы знаем, теперь возможны самые неожиданные слияния. Николай, ты что-то как думаешь? Ну, у меня есть хороший ответ на этот вопрос, но, к сожалению, политика фонда не позволяет мне на него пока ответить. Мы делаем большое объединение и делаем большую красивую историю. Но в Рунете таких историй не очень много. Не везде прослеживаются явные синергии. Сергей, есть какие-нибудь идеи, кто бы еще с кем мог соединиться? Мне кажется, что слишком много происходит слияний и пока не очень понятна экономическая суть этих слияний, то есть какие будут результаты, получится ли эта синергия от этого объединения. Поэтому забавно написал Василий Исманов, наш с вами коллега, также из Look at Media. Он написал «В свете текущих событий Look at Media решила объединиться с ВОЗ, это такой одиозный сайт новостей, и ГИС Метео. Суммарная аудитория гиперпортала составит 200 миллионов человек. Портал будет вещать в видео, аудио и телепатическом формате». Вот именно так по 1 апрельски, но не 1 апреля, подчеркиваю, не 1 апреля реагировала отрасль во многом на вот эту информацию о слиянии, неожиданном слиянии многих поставивших даже в тупик. Давайте послушаем о том, что стало новостью недели в Рунете. Компании «Рамбер Афиша» и «Субмедиа» будут объединены. Такое решение приняли владельцы данных интернет-активов Владимир Потанин и Александр Мамут. Как сообщается в пресс-релизе, управляющим акционером и председателем Совета директоров объединенной компании станет Александр Мамут. Иные детали соглашения не раскрываются. В пресс-релизе также сказано, объединенная компания аккумулирует на своих сайтах более 35 миллионов уникальных посетителей и займет третье место по величине аудитории в русскоязычном интернете. Да, действительно, укропнились, согласитесь, коллеги. Сергей, вот эта вот площадка теперь, как она будет себя чувствовать, позиционировать, куда будет двигаться, как тебе кажется? Мне кажется, что сама идея объединить такие неконкурирующие медиа-активы аналогично. И, понятно, цель, ну, наверное, повысить прибыльность, улучшить продажи, просто стать более заметными на рынке. Насколько я понимаю, они сейчас заявляют, что они будут площадкой номер 3 по объему аудитории, по числу аудитории. Вот, но... Они полноценно заявляют себе, да, вот как некий потенциально третьим игроке теперь. Снова третьим игроке. То есть, можно сказать, Рамблер уже был одним из трех игроков. И снова, да, пытается стать третьим игроком. Но мне кажется, что все-таки активы, которые объединяются, нельзя сказать, что они совсем простые и беспроблемные. Рамблеру нужно доказать жизнеспособность своей портальной модели, причем без поддержки со стороны поисковой системы, как источника трафика. По поводу этой модели есть разные мнения. Есть очень торжественно бравурные, ликующие, есть действительно скептические. В частности, вот, отраслевой же ресурс у Кюрбек позвонит, собрал некоторые мнения на этот счет. И одно из них, Евгений Руденко, я не знаком, сожалению, с ним, что редко бывает, когда я не знаком с кем-то из отрасли. Он написал забавный твит «ЖЖ, газета, лента, афиша, чемпионат и куча хлама объединяются у постели умирающего Рамблера». Вот такая вот формулировка. Есть в этом правда? Ну, Рамблеры, на самом деле, новые продукты сейчас запускают довольно активно. И я бы не сказал, что они плохие. У них есть много прикольных вещей. Я бы сказал, что они очень хороши, в общем-то. То есть, опыт менеджмента афишек, который... Там нужно напомнить предысторию нашим слушателям. Сначала Рамблер объединился с афишей, что все были тоже там в шоке. И как это так получилось? Очень удивлялись. И вот менеджеры афиши, прежде всего, Николай Мулебок, Дима Степанов, опять-таки, наши общие знакомые, они, их команда во многом обновила кровь Рамблера и сделала его таким, как он есть сейчас. То есть, больше медийным проектом сменило поиск на Яндексовский и так далее. Вот. И сейчас еще одно объединение. И вот... Ну, нельзя сказать, что они умирают. Твиттер прочитал, разумеется, в юмористическом ключе. Я с ним не могу согласиться в полной степени. Ну, там еще непонятно, что же в этом трио, там, Суп, афиша, Рамблер, равно Солянка будет делать Суп. В Супе, я бы сказал, ЖЖ себя не очень хорошо чувствует. Наверное, самый яркий актив в Супе это чемпионат. И... Единственное... Ну, почему? ЖЖ все-таки ярче, но просто он убыточный. Ярче, да, но убыточный. Вот слово убыточный, но для инвесторов все-таки важнее немножко. Поэтому, там, с точки зрения продажи медийки, наверное, хорошо. С точки зрения, возможно, экспертизы, менеджмента той же афиши, тоже может быть неплохо. То, что вот Степанову удается сейчас, это здорово, но не будет ли там снова смены власти в Рамблере? Ну, вот, главный вопрос, как дальше будут в это событие? Об этом, собственно, и рассуждают все, в частности, человек, который имел отношение к многим из проектов, которые вдруг слились в едином таком экстатическом порыве, Антон Носик, он давал много комментариев на этот счет для разных изданий. Я видел минимум три. Это комментарии для слона, комментарии для фирмы, комментарии, дай бог памяти, сейчас, помню, для коммерсанта я читал еще. В общем, он всем прокомментировал, поскольку именно он запускал ряд проектов или работал в ряде проектов из этого нового пула. Его лентеру, его газетеру, он руководил в СУПе некоторыми направлениями в рамках ЖЖ, LiveJournal, и вот то, что он сказал в одном из комментариев, слияние СУП и Рамблера не является закономерным, поскольку раньше компании не взаимодействовали, но абсолютно отвечают интересам обоих холдингов. Обе компании выиграли от слияния, это сделка безумно успешная, компания Рамблер, афиша была оценена в рейтинге Форбс как 13-я компания Рунета, а СУП 25-я, объединенная компания тянет на место в первой тройке. Кого будут дальнейшие шаги, как вам кажется? Сергей, что думаешь? Что будет сейчас происходить вот в этой внезапно породнившейся, в этих внезапно породнившейся командах и пулах проектов? Мне кажется, что вот компании и Рамблер, и компании медиа-активы СУП-медиа, они будут бороться с теми рисками и угрозами, которые у них есть. То есть, например, LiveJournal, понятное дело, что огромное количество угроз со стороны социальных сетей, которые потихонечку на себя оттягивают этот трафик. Вот буквально недавно новость о том, что Facebook анонсировал ветки в комментариях. Это некое расширение функционала как раз в сторону онлайн-блогов. Ну, то есть это камешек в городе ЖЖ снова, небольшой. Еще в качестве сложности я бы отметил то, что все-таки рынок медийной рекламы, он начинает расти медленными темпами. То есть в 2012 году вырос всего лишь на 17%, и темпы роста постоянно падают, и фактически возникает угроза стагнации рынка. И понятно, что на нерастущем рынке медиа-активам будет очень сложно повышать свою прибыльность. Тем более, что некоторым еще нужно достичь этой прибыльности. А получился, по сути дела, медиахолдинг, в котором, кстати, очень много проектов, прямо или косвенно конкурирующих друг с другом. Проектов и команд. Вот сейчас еще одна цитата из Антона, благо он много говорил на ушедшей неделе по этому поводу, и говорил очень, на мой взгляд, по делу и точно. Антон Носик сказал следующее. Самая главная задача теперь использовать на полную катушку потенциал синергии объединившихся ресурсов, потому что существует, разумеется, риск в отсекновении непродуктивной конкуренции между менеджерами двух команд. Тем более, что там, очевидно, есть дублирование функций. Это несомненно, кстати. И неизбежен некий отстрел двойников. Дело пахнет сокращением для руководителей для целых структурных подразделений. Вот. Это на первом этапе создастся в обеих структурах напряженность и тревожные гадания. Кого же именно из двух кандидатов на отстрел в итоге не вынесет Боливар? В этом смысле наши попытки получить комментарий от менеджмента компании, в частности, от менеджмента компании Афиши Рамблер, Николая Малибога, Димы Степанова, они, ну, как бы, не получили ответа, поскольку они объяснили, что мы сейчас не можем ничего комментировать, мы не знаем. В этом смысле видится очень неожиданно подобная новость даже для руководства компаний. То есть, это, видимо, была новость, которая была составлена на уровне инвесторов, на уровне владельцев на самом высоком уровне, поскольку вышло письмо по данным издания Роемру, вышло письмо Малибога, которое было по сотрудникам Рамблера о том, что, мол, коллеги, держитесь, все в порядке, мол, не волнуйтесь, мы сейчас разберемся. Но потом указалось, что новость была неожиданной, даже для гендиректора объединенной компании Афиши Рамблер. Николай, и все-таки, как ты видишь, Сергей, послушал я, более-менее, как ты видишь развитие этого холдинга, что, кроме падения темпов развития медийной рекламы, что для них один из главных инструментов монетизации, их ожидает? Ну, сейчас медийная реклама будет, скорее всего, переживать там некое свое второе рождение, поскольку некую часть инвентаря рекламного портала смогут продавать немножко дороже через РТБ-платформы, это Real Time Bidding, в частности, в Америке это уже происходит довольно-таки активно и хорошо. В России тоже начинает развиваться довольно активно. Ну, десятки проектов, да. В Афише довольно-таки много сервисных направлений, откуда можно, да, Афише вообще неплохой актив, а в Супе довольно-таки неплохо настроены как раз продажи медийки. Вопрос, кто останется у руля этой истории? Если Степанов, то, скорее всего, я в нее верю. У руля ты имеешь в виду все вместе? Все вместе, ну, на операционном уровне. Ну, на операционном уровне там Малибок, вот если, а сейчас все это возглавил Мамут, как я понимаю, и очевидно, все ожидают какого-то прихода нового на его место, вряд ли Мамут будет сам рулить всем этим все-таки, на признаться, что интернет, хотя и большая отрасль, но такой холдинг, хотя и большой холдинг, не его уровень, у него есть проекты больше по размеру. Он достаточно активно этим всем интересуется, и его практически каждый день можно увидеть в баре Стрелка на Красном Октябре. В этом смысле, кстати, хорошие версии тот же Антон Носик, сегодня мы упоминаем его много, я упоминаю его много, высказал о том, что подобным холдингом, вот этим вот пестрым, как пестрое одеяло, мог бы рулить кто-нибудь уровня Демьяна Кудрявцева, недавно покинувшего Коммерсант, или Ильи Цинципера, боюсь соврать фамилия, который рулил афишей с сводными проектами. Вот такие вот мысли. В общем, так сказать, все замешательства, прям по Хармсу, все мы в некотором шоке, и с интересом глядим на то, что будет происходить дальше в этом слиянии в гиперхолдинг из двух холдингов уже. Перечислю те компании, которые вошли в холдинг. Страны Рамблера, страны невесты, или жениха, если хотите. Это Rambler.ru, собственно, портал, ориентированный на персонализированную агрегацию новостного контента, как его сейчас позиционируют, и представление почтового и иных пользовательских сервисов. Это Афиша.ru, блистательный проект, на мой взгляд, с точки зрения продукта и аудитории, и, собственно, монетизации, сука, знаю. Это Лента.ru, страны, снова-таки, Рамблера. Это Канобу, игровой портал, или Канобу, не знаю точного ударения. Авторамблер, автомобили Мотор.ru, еще один автомобильный проект. Бегун.ru, это сервис контекстной рекламы, который недавно перешел полностью к Рамблеру, прежде он был напополам с Финамом. Это Прайс.ru, сервис поиску товаров. Это Ичиба.ru и Ферра.ru, проекты, ну, поменьше размером. Страны, субмедиа, страны, другой, другой части пары, объединяющейся. Это Газета.ru, которая тут же начинает, в общем, ну, как бы, прямо косно конфликтовать с Лентой.ru, они очень близки. Это LiveJournal, ЖЖ Преславут, это Чемпионат.com, спортивный этот портал, это Фанат.ru, это Квотар.ru, онлайн, или Кьютар.ru, боюсь соврать. Сервис подбора новых автомобилей, это Редигар.ru, сайт о путешествиях, слабоватый, на мой взгляд, по уровню и прощаемости. Летидор, и даже еще Соль, с рейнгового агентства. Вот такой вот набор, как это будет называться все, как это будет жить дальше, будем наблюдать и слушать, видимо, от людей изнутри в дальнейшее время. Собственно, нам надо двигаться дальше, и у нас впереди еще много интересного из мира онлайна, не переключайтесь, сейчас новости, и потом мы вернемся. Рунад сегодня от 1 апреля от 2014 года совершенно серьезно о главных событиях ушедшей недели в области виртуального. Мы звучим на 99,6 в Москве или онлайн на финнам.фм, там же на финнам.фм, кстати, можно сейчас увидеть наших гостей. В видеотрансляции о гости передачи это Сергей Петраковский, коммерческий директор агентства iMedia, Николай Давыдов, директор по инвестициям фонда iTech Capital. Меня зовут Максим Спиридонов, и вместе мы комментируем эти события, расставляем акценты и выводим на чистую воду всех участников этих обстоятельств. Значит, коллеги, вы могли бы вспомнить, какова была динамика принятия прессы общественным мнением соцсети ВКонтакте? Скажем, при старте, как они говорили и писали, что там было потом. Можете припомнить, Сергей? Мне кажется, что изначально фонд был позитивный. Российская инновационная компания, активно развивающаяся, конкурирующая с Facebook, может быть, станет неким аналогом Facebook и выйдет, тем более, что анонсированы же планы и на зарубежный рынок ВКонтакте. Но они были позже проданонсированы. Да. А сейчас мы видим появление такого несколько негативного фона. Сложно сказать, с чем это связано. Этот негативный фон, он связан с тем, что просто компания укрупнилась и неизбежно возникли недоброжелатели, или что-то там структурно, реально не очень хорошо, с твоей точки зрения, Николай? Ну, я думаю, там много факторов. С одной стороны, компания действительно стала большой, компания не стала публичной, компания вошла в состав холдинга Mail.ru частью акций, а насколько там было, в прессе было несколько конфликтов, у Павла, он даже показывал непривичный жест в адрес трэш-холдинга Mail.ru, цитата. В общем, компания показала себя зубастой, с одной стороны, с другой стороны, некоторые претензии, которые к ней предъявлялись и предъявляются, они действительно объективны. Это наличие там разного контента противоправного, характера сексуального, характера нелицензионного видео и аудио, по непонятной причине там находящиеся и так далее. В общем, вот такой вот фон. Сейчас о главном интернет-скандале недели. Новая газета опубликовала письма, которые якобы написаны руководством соцсети ВКонтакте Павлом Дуровым и пресс-секретарем сервиса Владиславом Цеплухиным в декабре 2011 года. Оба послания адресованы замглавой администрации президента Владислава Суркову. Из представленных документов следует, что руководство соцсети готово оказывать помощь государственным органам в борьбе с оппозицией. Однако не считается лесообразным блокировать протестные сообщества, созданные ВКонтакте, поскольку это приведет к миграции оппозиционеров в Фейсбук. Официальный представитель ВКонтакте назвал опубликованные материалы фальшивкой. Полность документов вызвала у многих большие сомнения. Во-первых, был опубликован просто некий текст, который не является даже скриншотом электронной почты или сканом бумажного документа. Во-вторых, многих удивили сами выражения, которых якобы Павел Дуров обращается к Владиславу Суркову, который в декабре 2011 года занимал пост главы администрации президента. Сейчас я финал письма не скрою так же, цитата, не скрою так же, что мне лично симпатичный руководитель администрации президента. Если им потребуется моя актуационная или иная помощь, почту за честь третиться и стационально обсудить различные варианты взаимодействия и сложившейся ситуации. Уж очень как-то верноподданически звучит для зубастого Дурова. Согласны? Почему нет? В принципе, напрямую просьбу закрыть группы, паблики, в которых было оппозиционное обсуждение, Дуров ответил отказом и почему после этого не выразить с другой стороны в письме такую... Это же просто слова. Почему нельзя их написать? За ними нет никаких действий и обязательств и обещаний. У нас немного времени, поэтому зададим этот вопрос ВКонтакте. Впервые в программе «Родный на сегодня» комментарий изнутри соцсети. У нас на связи Георгий Лобушкин, руководитель пресс-службы ВКонтакте. Георгий, приветствую. Здравствуйте, Максим. Является ли текст опубликованных писем подлинным? Нет, конечно. Это полный вымысел. Причем вымысел человека, который не очень хорошо понимает, что в принципе в интернете происходит и совсем не понимает самого ВКонтакте. Во-первых, вот как вы правильно заметили, стиль письма совсем не дуровской манере написан. А во-вторых, автор письма почему-то считает, что главный конкурент ВКонтакте это Фейсбук. На самом деле, например, Дуров и вообще все в компании так не считают. Абсолютно. А имела место вообще переписка Георгий, извиняюсь, что прерываю вас между руководством ВКонтакте и администрацией. Были ли письма иные, там не эти, вот верно, подданические, а иные письма и согласования по поводу групп оппозиции, по поводу каких-то вещей, которые по темным причинам делает соцсеть для администрации президента или исполнительной власти за кулисами? Нет, нет, это абсолютно нет вообще закулисных никаких интриг таких не плетется. Были встречи, да, с Урковым Владиславом очень давно, это по поводу сотрудничества с Колковой, там научно-технической сфере какой-то, но вот ничего подобного точно нет. Причем вряд ли это нужно, потому что ВКонтакте по закону обязан давать данные каких-то преступников. Сотрудничество с спецслужбой у вас есть по какой-то выдачи тех или иных экстремистов, то есть тех, кто нарушает закон реально? Я бы не назвал это сотрудничеством. Я бы назвал это действием в рамках правового поля исключительно. То есть если человек никого не убил, не изнасиловал и не приступил к закону, то нет никаких оснований, чтобы ВКонтакте выдавал какие-то личные данные. По-другому спрошу. Вы имеете огромное медийное влияние объективно, это десятки миллионов человек ежедневно, может быть до сотни контактов, миллионов ежемесячно, поменьше, порядки такие. Неужели у вас не налажено эффективное взаимодействие с исполнительной властью, которая довольно активно сейчас смотрит на интернет и очень так, я бы сказал, старается его контролировать? То есть вы сами по себе, вы независимы и в нашей стране у вас есть такой удивительный такой патент на делание чего хотите? Ну, как чего хотим? Ничего хотим. Мы, ну, может быть, это связано с тем, что мы далеко от Москвы находимся, то есть не совсем далеко, но достаточно, чтобы у нас таких тех... Я думаю, что это связано еще с тем, что мы в Петербурге, вот, и Павел очень редко в принципе с кем-то взаимодействует извне, будь то представители власти или не представители власти. Я понял вас. И надо заканчивать с ожилением, Георгий. Вот последние два вопроса, совсем коротко, если можно, ответьте. Если к вам до сих пор еще не пришли вот те, которые в крышевании, которыми вас обвиняют, ФСБ, иные структуры такие вот подковерные, ждете ли вы, что они к вам придут? Они, насколько известно, вызывали Павла в прокуратуру, ну, я не знаю насчет ФСБ, но вот по поводу прокуратуры, вот, и он приходил, давал показания, но это было еще очень давно. Вот, собственно, что взаимодействует. Ждете ли вы, что вас начнут контролировать и принуждать каким-либо действием в интерес к власти? Поживем, увидим. Собираетесь ли вы, последний вопрос, собираетесь ли вы подавать суд на новую газету за вот эту вот публикацию? Пока думаем. Мы просто не можем понять, кто бенефицар этого скандала и этого слива или даже как-то понять сочинение. Нам тоже это очень интересно. Может быть, новая газета и не сама это придумала. И что будет дальше? Вот еще вопрос, за которым будем следить и вы, несомненно, и мы. Спасибо большое. Это был комментарий пресс-секретаря ВКонтакте, руководителя пресс-службы. Коллеги, ваше короткое такое вот резюме. У нас осталось буквально несколько секунд для того, чтобы перейти к следующей новости. Как ваши ощущения? Их кто-то пытается к чему-то принудить? Вряд ли сейчас есть какая-то подоплека в этом. Скорее, просто создание общего фона и создание условий для последующего воздействия. Возможно. Со стороны власти? Возможно. Совсем коротко. Твиттер Максим Спиридонов, который мы позабыли в этом программе, а там мы задаем вопросы. Все-таки затрону его коротко. Мы спросили, должна ли крупная IT-компания сотрудничать с руководством и спецслужбами своей страны? Нам отвечают, нет, это противоречит законодательству. Странный ответ. Да, но в очень неглубоких рамках закона, никак Фейсбук, помогавший оппозиции еще ответа нет. Ну и так далее. Коллеги, надо двигаться дальше и все главные новости ушедшей недели обсуждены, но мы специально оставили несколько минут в финале программы для новости, пришедшей сегодня с пометкой «Молния». Масштабная пиар-акция отмечает свой выход на российский интернет-рынок американской системы онлайн платежей PayPal. Компания заключила партнерское соглашение с Почтой России. Согласно документу, россиянам, которые зарегистрируют электронный почтовый ящик на платформе почтового ведомства до 1 июня, предоставят платежные аккаунты американского сервиса и 1000 рублей на счет. Для получения такого почтового ящика необходимо подать заявление в одно из отделений Почты России, предъявив общегражданский или заграничный паспорт, а также справку о регистрации по месту жительства. То есть 1000 рублей может получить любой россиянин, пришедший и открытший аккаунт в PayPal. Еще год назад в СМИ просочилась информация о том, что американская платежная система ведет переговоры с Почтой России. Мы все помним об этом. Правда, тогда, в марте 2011 года речь шла о том, что почтовое ведомство будет упускать предотвращенные карты, привязанные к электронному кошельку PayPal. Сейчас, когда PayPal загрестировался в качестве рембанковской коммерческой организации, в необходимых картах получается отпало. Получается, что американский PayPal поступил по-русски. Он долго запрягал, но быстро едет. Как долго он собирается, долго собирался на российский рынок и какой мощный вход, согласитесь. Да, Николай? Да, ну, я бы отметил, что это все-таки тысяча рублей на счет. Я думаю, что там будут некие ограничения по тому, чтобы ее снять. И PayPal всячески заинтересован для того, чтобы пользователи потратили эти деньги через систему. Да, и, видимо, там связка с... С eBay, да. То есть, PayPal — это же eBay. И eBay пробовал выходить в прошлом году на российский рынок. У них не очень хорошо получилось именно из-за такого немного кособокого сотрудничества с Почтой России. Для них это стратегическое партнерство сейчас, я думаю, очень важно для того, чтобы себя хорошо показать именно как eBay на российском рынке. Мне почему-то также кажется, что PayPal будет в дальнейшем пытаться синтегрироваться с проектом Почта России и Сбербанка универсальной электронной картой. Это была бы для них хорошая и сильная стратегия. Это было бы вообще практически захват лидерства. Твое мнение, Сергей? Очень неожиданная для меня новость. И могу предположить, что возможно вот такая интеграция PayPal и Почты России это было условием получения лицензии со стороны ЦБ. А мы помнишь, они долго получали ее, да? Да. Ведь не секрет, что государство заинтересовано в инновационном развитии и Почта России в этом особенно нуждается. Вот такая интеграция возможно способна вывести Почту России на вот этот путь развития. Да, в общем, в итоге возможно, что практически каждый россиянин захочет получить тысячу рублей, откроет себе аккаунт PayPal и PayPal в матче ставит главной платежной электронной системой всего Рунета, всего нашего онлайн-пространства. Неожиданный ход, резкий и, в общем, сильный. Коллеги, пора заканчивать. Увы, времени практически не осталось. Значит, программа Рунета сегодня. Каждый понедельник слушайте главные новости Рунета и глобальной сети. Меня зовут Максим Спиридонов. Пока. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...